Девушки отдыхают 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 Джительница Пскова за пять лет Употребление воды из родника Заработала Песок в почках И это еще не самое страшное В большинстве случаев В такую воду попадают Ботовые истоки В этом году пожалуй впервые Была предпринята Попытка системного исследования родников в окрестностях областного центра. Его результаты изучила обозреватель Псковской ленты новостей Юлия Магера. Первые открытые катки в Пскове начали свою работу. Каток на Азапсковье уже принял любителей зимнего активного отдыха. Также открылся каток в поселке Корытого по улице Яна Райнеса 55. Еще несколько крупных катков готовятся к открытию. В финском парке откроется бесплатная площадка с ограждением, праздничным освещением. Также будет возможен прокат коньков. Подробнее на Псковской ленте новостей. Традиция наряжать елку помогает настроиться на атмосферу праздника и ожидания чуда. В музейном комплексе Двор Постникова Псковский музей-заповедник предлагает не только узнать историю возникновения елочных игрушек на выставке до Нового года не трогать, но и перенестись в детские годы, которые у многих псковичей пришлись на советское время. Подробности в репортаже Псковской ленты новостей. И о погоде на завтра. Во вторник, 5 декабря, днем ожидается небольшой снег от минус 11 до минус 9 градусов. Ночью также небольшой снег 11-13 градусов со знаком минус. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами до завтра. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛН-ТВ.